Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги по увлечению. Сегодня наш обзор я хочу посвятить маховым удилищам Сабонеев Фотон Теле. В конце видео я вам для затравочки дам такую очень интересную информацию о новой серии, о новой модельке. Пока предсерийный, дам ее вес, чтобы вы не имели ввиду. Поэтому досмотрите видео до конца, я думаю будет интересно. Значит, Фотон Теле. Мах известен уже больше 10 лет. Мы его презентовали на выставке в районе 2010 года. То есть ему уже фактически 12 лет. Люди его любят, знают. Отзывы о Фотонах огромное количество. Но тем не менее у меня люди почему-то, видимо, новички в рыбалке, кто не погружался давно в эту тему, спрашивают, чем отличается от лидера, от нового лидера. Да, в чем разница и так далее. Просят рассказать немножко подробнее. Ну, значит, Фотон. Давайте я сейчас семерочку тогда возьму пока. Серия выпускается в длинах 5, 6, 7, 8, 9 метров. Пятерку я последнее время снял с производства и не заказываю. И вместо нее я вот сюда вам привез Фотон Прост. Это тоже пятерка. Но она позиционируется у меня как для ловли мелкой рыбы. Весит она 96 грамм на 5 метрах. Строй быстрый. Фактически это уклеечная палка, которая позволяет ловить плотвичку, подлечиков мелких, карасиков. Но я знаю людей, кто ее берет, в принципе, там на рыбку карася того же, там 200-300 грамм. То есть она справляется. Но опять же это все в подсачник аккуратно и так далее. Но, скажем так, эта удочка на сегодняшний день бестселлер. Это само изящество. Сами понимаете, в 5 метрах 96 грамм я не встречал. Она не выпускалась несколько лет. Потому что уголь здесь стоит очень дорогой. Цена на нее приличной. Была бы в рознице. Но вот прошло время, и я прорабатываю вариант заказа этого удилища в маленькой минимальной партии, которая у меня уйдет за себестоимость. И уйдет только для... Будет предлагаться только подписчикам к YouTube канала и социальных сетей. То есть в розницу это удилище не пойдет. По себестоимости. Потому что, как я раньше говорил, что фрик, по большому счету, я ничего не теряю, но приобретаю лишнюю рекламу. Потому что люди получают низкую цену. По сарафанному радио они рассказывают друг другу. И, соответственно, для меня это реклама, для них это низкая цена. Но вернемся к фотонам теле, классическим. Значит, удочка сделана из карбона 40 тонн. Достаточно прочная, универсальная. Имеет средне-быстрый строй. Комплектуется двумя хлыстами. То есть первый хлыст, который идет у нее в комплекте, это полый. Под коннектор 125 мм. И второй хлыстик идет вот в чехле. Вот в таком тубусе приятном. Это здесь идет привитой. Вы можете сразу переставлять. Я, например, люблю, практически всегда ловлюсь привитым хлыстом. Потому что это амортизация, это заброс рыбы, да, на вываживание. Это заброс легких оснасток. Ну и мне как бы комфортнее, удобнее для него. Но некоторые фотоны берут даже под боковой кивок. И тогда, соответственно, они ставят уже полый жесткий хлыст. Чехольчик также выпускается достаточно давно. Велюровый, прочный чехол. Простой, быстро сохнущий. Не впитывающие запахи. Быстро стирается, быстро сохнет. На завязках. Под тубус есть отдельный кармашек. Второе, соответственно, второе отделение уже под само удилище. Давайте сравним теперь его с лидером. Ну, допустим, на примере семерки. Ну, сразу. Фотон весит 260 грамм. Лидер весит 196 грамм на 7 метрах. Соответственно, лидер выполнен из угля более дорогого. 46 тонн в нем стоит. У фотона 40 тонн, повторюсь. Здесь есть свои плюсы и минусы у каждого. То есть, фотон это более прочное удилище. Более универсальное. Но, опять же, здесь есть тоже нюанс. Посмотрите, пожалуйста, на ютюбе, вот у меня на канале есть видео, где на лидер, который вроде как я, ну, не вроде как, а я позиционирую, как все-таки для ловли белой рыбы, там до 3 килограмм, человек вытаскивает карпа на 4 килограмма. И он заснял это все видео полностью, весь момент вываживания от начала до конца. Поэтому здесь все зависит от рук рыболова. Скажем так, даже фотон можно заломать на рыбе 200 грамм, если ее принимать в руку, а не в подсачки. Допустим, когда вы удочку держите в небо, и у вас леска вдоль бланка, и на ней висит 200-граммовый карась, он трепыхается, соответственно, первое колено хлыстик, или второе колено ломается. То есть, если вы, допустим, бывает так, что вы в руку пытаетесь принять рыбку, она у вас улетает назад, не получается, там сзади вы к себе опять как-то пытаетесь вот так вот ее отсюда зацепить. То есть, вот этих вещей для современных удилищ делать нельзя. Это не только касается фотона, лидера, это касается всех топовых удилищ вот самого высокого класса, мавер, колмик, там что угодно. Поэтому вся рыба, скажем так, инструкции одинаковые. Для лидера, для фотона, для любого топа. Это рыба больше 150 грамм в подсачник. Это, если вы зацепили, вы отрываете поводочек, вытягивая в прямую линию удочку и леску, натягиваете и бам, отрываете. И принимаете рыбу, соответственно, как я сказал, в подсачник. Больше 150 грамм, руку не принимайте. Тогда у вас будет легкая действительно удочка, надежная, она у вас никогда не сломается, никаких проблем не будет, если вы на нее не наступите. Только от этого она может сломаться, больше ни от чего. А, еще момент, вот от чего еще может сломаться. У нас такой вот пациент, ну клиент, я не знаю, как сказать, наверное, пациент больше. Вот он вот у лидера вытащил хлыст и начал вот этот хлыст вот так вот в дугу гнуть. Но он согнулся, второе колено вытащил. И второе колено решил, ну разобрал с нижней стороны, да, вытащил. И вот он вот так вот начинает его гнуть. То есть, и оно сломалось. Это он мне видео выслал. Видео выслал. Вот. И я ему говорю, что так нельзя. Удочка же, она проектировалась, она должна распределять нагрузку от хлыста и до конца колена. То есть, с ростом нагрузки начинает включаться, они амортизируют. Если гнуть конкретно отдельное колено, чуть-чуть при проверке на брак, это можно. Но не так, что там прям вот совсем, чуть ли не как кочергу. Вот. И вот он на это мне отвечает, что ягод за полторы тысячи рублей там, где-то на рынке китайскую удочку покупал. И он думает, что вот лидер, который стоит там за десятку условно, он будет намного в 10 раз же и надежней. Ну вот и такие встречаются у нас люди, да. Не будет он надежней. Он будет надежней в умной голове и в умелых руках. Вот любая удочка будет надежней в такой ситуации. Ну давайте немножко по транспортной длине. То есть лидер по транспортной длине чуть поменьше. Фотон где-то порядка, давайте вот при вас измерю, прям сантиметр в сантиметр. Ну на семерках. Они в принципе одинаковые длины. 148 фотон, лидер 141 сантиметр. На каждом удилище стоит комлевая пробка, у нас надежная, легкая, с резиновой вставкой для того, чтобы колена не бились, когда удочка сложена и транспортируется где-то. Вот такая резиновая вставочка здесь. У фотона в принципе то же самое. Единственное, что у лидера я сделал эту вставку внутрь бланка, чтобы она не так сильно выпирала у фотона. В общем-то, как он изначально выходил, вот по такой старинке, что называется, вот так оно и остается. Ну, надежная конструкция позволяет рыболову под что-то ее вставлять, в какие-то в держатели и так далее. Давайте померяем, допустим, на двух семерках просто разницу. Да, ну вот как я сказал, 196 грамм семерка лидера и 260. Ну там может быть варьируется чуть-чуть плюс-минус, где-то 263 грамма, 265. Вот, ну вот давайте диаметр бланка в месте хвата. Вот абсолютно я вам мерю и при вас. Ну, допустим, вот здесь. И у фотона также померяем. Здесь у нас получается 25 миллиметров. Так, и также в этом же месте у фотона. Так, фотон у нас 25,7. Чуть-чуть потолще. Ну, не сильно критично. 25,6 я бы даже сказал. Значит, колено что у фотона, что у лидера усилены. Здесь видно, чувствуется такой наплыв. Ну и, как я обещал, небольшой нюанс. И это, возможно, новая серия тоже маховых удилищ. Пока вот у меня такой прототип в темном свете. Это семерка с варевитым хлыстом. И весит она... Сейчас я расскажу, сколько. Весит она 170 грамм. Если все получится с учетом наших всех последних событий, и я все-таки привезу их и закажу, то в розницу они не поступят. Я о них буду сообщать об этих удилищах только на... Только на сайте свое, Мультифиш. На сайте магазина Мультифиш и в социальных сетях. Поэтому, скажем так, они могут достаться только тем, кто подписан на все соцсети и на канал Ютьюбе. Цены на них, если, опять же, все удачно получится, 100% в этой ситуации, в нашей сегодняшней, гарантировать никто не может. Поэтому я всегда за свои слова отвечаю. Если я говорю там 100%, значит, это будет так. Здесь я не говорю, не гарантирую, не знаю, что будет сейчас. Но если бы вся эта заваруха не произошла, то, соответственно, в июне они бы были уже в серии от 4, 5, 6, 7, 8, 9 метров. То есть семерка, вы видели, сколько она весит. Это бестселлер бы был. Цена будет себестоимость. Ничего на них зарабатывать не буду. Это будет подарок для подписчиков. Все. То есть я привезу их там несколько сотен, и они все уйдут только по подписчику. То есть я гарантирую, что в розничных сетях о них никто не будет знать. Вот единственный момент, что я не знаю, писать что-то на них, не писать и так далее. Но, скажем так, сами понимаете, семерка с весом 170 грамм нет ни у кого. Даже лидер семерка 196 грамм нет ни у кого. Поэтому, скажем так, это вот прям будет супер-супер. И я, естественно, тщательно скрываю, где чего, и это вот так же моя разработка, как и лидер. Давайте сейчас тогда нагрузим. Я разложу, посмотрите, немножечко строй фотонов. Ну и, соответственно, вот этой вот семерочки тоже. Так, давайте понагружаем немножечко строй, хотя бы посмотрим. Значит, первое это прототип. Да, семерочка. Вот, смотрите, строй. Строй быстрый. Вот я стараюсь на камеру показать, что все было видно. Вот она не заваливается даже вообще. Да, вот я нагружаю. Смотрите, видите, как работает. Вот насколько это возможно в условиях магазина с длинными удочками. Вот только так. Строй быстрый. Правильное распределение, как вы видите, нагрузки. Она невесомая, то есть абсолютная пушинка. Вот построю, сейчас я покажу. Вот раз, заброс. Ну, вот, в общем, вот такая. Вот, но опять же, прошу пока не ориентироваться на нее, потому что я гарантировать не могу, что она приедет. В связи вот с последней ситуацией. Значит, фотон про, который, я надеюсь, приедет, потому что, скажем так, мы его производили. Это уклеечная палочка. Легкая, быстрая, звонкая очень. 96 грамм весит. Ну, вот, смотрите, это уклеечный строй. То есть, быстрый абсолютно практически весь бланк, кроме холста. Ну, вот, видите, прям как рапирка. Это самая лучшая пятерка на сегодняшний день. На втором месте, я бы сказал, лидер пятерка. Поэтому, смотрите, тому, кому надо сейчас ловить, мой совет. Хотите хорошую пятерку, берите лидер, пока есть. 7, 6, также лидер и 8, это оптимальные варианты на сегодняшний день по цене, по качеству. Если вам нужна более мощная палочка, то есть, там, крупного карася ловите, или, там, за карпиком иногда выехать, да, это фотоны. Это можете взять фотоны. Ну, вот, давайте следующий тогда, значит, фотон шестерка. Также быстрый, средне-быстрый строй. Ну, у шестерки, я бы даже сказал, наверное, это ближе к быстрому. Видите, вот, парабола, она примерно такая же, как от прототипа. Ну, и, в принципе, они такой же строй имеют с лидером, что фотон, что лидер. Так, семерочка фотон. Смотрите, ну, вот, точность такой же быстрой строй. Вот, посылистый чуть-чуть вверх, да, и уже упругий бланк. Вот, я жестко так и делал. Видите, вот, ближний к нам бланк, он абсолютно, ну, даже не играет практически. То есть, он начнет играть, когда нагрузку дадим. То есть, это мощная палочка, но не даром она весит 260 грамм. Поэтому это универсал. Испытанный долгими годами универсал. Вот, мощная, я прям вот очень сильно сейчас вверх тяну. Смотрите, вот какая распределение нагрузки. То есть, смотрите, еще какой момент должен здесь, пока вспомнил. Мне вот буквально вчера спрашивали, вот, как вы относитесь к тому, что с фотонами идут резиновые пробки. Они же не очень удобны, они плохо снимаются с бланка. А также хлыст. Посоветуйте тубус под запасной хлыст. Он же у вас без тубуса. Я говорю, откуда вы это взяли? Они говорят, на каком-то там дели, чего-то там прочитали и так далее. Какой-то обзор. Я говорю, на этом обзору там 10 лет, наверное, неизвестно сколько. Вы как бы не обзоры читайте, а у вас есть непосредственно я, как разработчик и директор Сабанеев, да, обращайтесь в магазин Multifish, и мы, и я вам, и мои менеджеры, ребята, все дадут информацию, которая вот актуальна на сегодняшний день и новая. быть в курсе всех новостей, не надо ориентироваться ни на какие статьи, ничего такого. Так, значит, лидер давайте сразу. Семерочка лидер. Вот, смотрите, построю. Ну, чуть-чуть она помягче. Чуть-чуть совсем. Ну, практически то же самое, что и Фатон. Давайте нагрузим ее сейчас. Вот, чтобы посмотреть параболу. Ну, вот, смотрите. Ну, да, похоже, видите, да, то же самое. Ну, вот, такая же. Поэтому, смотрите, лидер, семерка, 196 грамм. Такого веса нету. Нигде и ни у кого. Поэтому, пока они есть в наличии, пока цены не поднялись, сайт Multifish. Извините за рекламу, самому часто не нравится реклама, но здесь действительно, она, реклама, все-таки полезна, потому что люди вот сейчас пропустят это, может, кто-то ищет, а потом цены поднимутся, лидеров не будет, да, и человек будет лобочек кусать, уже неоднократно такое было. У меня в руках Фатон-восьмерка. Вот здесь, мне кажется, строй еще быстрее. Видите? То есть, хорошая, быстрая, посыристая палка. Я бы назвал средне-быстрого строя, ближе к быстрому. И вот, я не знаю, тут, наверное, не видно на камеру, но вот обратили внимание, она даже не клюет носом ни капельки. То есть, как она стоит, так и стоит. И вот, посмотрите. Видите, где работает верхняя часть? Не как у предыдущих моделей, да? Она еще выше начинает работать и заканчивается уже на третьем колене. То есть, это вот, я бы даже ближе к быстрой ее назвал, эту палочку практически, да? Легкая, невесомая палка для, соответственно, белой рыбы, для небольших карпиков даже можно подойти. Но, опять же, все в подсачник и с головой. А вот здесь у нас девятка. Мы ее нагружать не будем, просто места нет. Но вот у девятки тот же самый строй. Видите? Тот же самый строй. Вот я стою, ну, насколько это можно там увидеть, на белый фон я стараюсь поставить. 9 метров не разложишь там, не во всех магазинах, да? То есть, это девятка, хороший, это канал. Все фотоны держат течение. Вы держите, придерживаете, да? Поплавочка останавливается, леска натягивается на течение. То есть, при этом удочка не будет выгибаться вся в дугу там до середины, как у многих модельки это делают некоторые, да, скажем так. Вот здесь она будет это все держать. Точность также вот эта вот посылистая верхняя часть, скажем так, над фотонами работал в свое время еще Евгений Середа. Они могут и позволяют еще ловить рыбку на стоячих водоемах, то есть, на легкие очень оснастки. Например, девятка спокойно кидает полтора грамма поплавок. То есть, если вам нужно, допустим, на пруду ловить карася или платву там какую-то на водохранилище, да, и нужно максимально деликатно оснастка, там вот как я ловлю, допустим, поплавок полтора грамма, 0,08 поводок. Вот у меня такая оснастка, да, и крючочек там в районе 18-го, 20-го номера, то, естественно, не будет, если не будет как бы ветра вам в лицо, да, сильного, порывистого, то полтора, там, два грамма она спокойно кидает, не напрягаясь абсолютно. Соответственно, если говорить там о шестерке-пятерке, то здесь мы говорим о меньше грамма поплавки, да, с которой она способна забрасывать за счет. Потому что если у вас будет палочка быстрого строя, именно быстрая, мощная палочка, быстренькая, то она у вас просто не бросит такой поплавок. Да, у нее будут свои плюсы, она будет надежна, там, допустим, на течение она сможет держать более жесткую придержку, там более тяжелые поплавки, да, но, соответственно, она не бросит легкие оснастки, она не сможет так амортизировать рывки рыбы, то есть у вас будут, может быть, обрывы поводков тонких, может быть, разгибы крючков, и даже если вы используете толстые поводки и там мощные, ну, какие-то там хорошие, то есть толстые проволоки, крючки острые, то все равно рыбка, сами знаете, цепляется она по-разному, и поэтому если там чуть-чуть нюансий какой-то есть, там за краешек глубы зацепилась, то здесь как раз она не сойдет, когда удочка будет с относительно мягкой верхней частью, да, отрабатывать все рывки, она мягко самортизирует, и она рыбка останется на крючке, и серая гудочка будет быстрой и жесткой, то, соответственно, она просто светит, ну, оторвется крючок там от кожицы губы, ну, в общем, в двух словах так. Ну, господа, давайте взвесим семерки, а то все просят, сравним, ну, вот лидер, 7 метров, с пробочкой все как положено, ну, вот она, 197 грамм, видите, да? Дальше, фотон теле, ну, соответственно, это не все, все колено, фотон теле, семерка, 264 грамма. В общем, кому интересуют именно реальные фактические данные, сайт Multifish, официальный сайт Сабанеев и мой личный. Ну, и для интереса, пожалуйста, вот прототип, даже с пробкой, ну, вот семерка прототип, 170, видите, да? Ну, здесь, естественно, надо обработать все, то есть это все отшлифуется, покрасится, наложится какой-то знак. Я, на всякий случай, скажу, что я ее, в принципе, у меня заказывала одна из известных фирм, эту серию. Я, в принципе, под нее это делал, как сейчас Федера, тоже серия, которая выйдет скоро. Но, тем не менее, в связи с последними ситуациями, я, в общем-то, ну, в России, да, и в мире, я забрал эту серию себе. Как бы, и, скорее всего, сейчас подумал, под каким брендом ее выпустить. Но, тем не менее, вы видели, семерка 170 грамм. Но, опять же, еще раз повторю, что 100% не даю гарантии, что все получится в этой вот ситуации кризисной. Поэтому, кому нужна действительно легкая, максимально легкая семерка, лидер, пожалуйста. Да, либо, соответственно, более мощненькая палочка, да, ну, она потяжелее уже будет, семерка Фотон. Вот оптимальные варианты. Ну, вот, господа, мы посмотрели строй, насколько это возможно здесь. В принципе, отзывов много, повторюсь, можете посмотреть. Все положительные о Фотонах, ну, о лидерах еще лучше. Поэтому могу повторить только одно, что заказывайте в магазине Мультифиш в официальном магазине. Вы получаете возможность в период действия акции получить две запчасти бесплатно. Это акция только для подписчиков канала YouTube и для подписчиков соцсетей. Нигде больше никакие люди другие не получат этих бесплатно запасных частей. Также я сделаю обзор о новой серии махов, если все удачно получится ее привезти, да, и это тоже узнают только подписчики на социальные сети. Больше я нигде об этом упоминаться не буду. Только сайт Мультифиш.ру, магазин мой личный, да, и странички магазинов в социальных сетях. Да, и еще важный момент для тех, кто досмотрел до конца. Остерегайтесь, пожалуйста, магазинов, которые продают мою продукцию за слишком низкие деньги. У нас была раньше договоренность, что мы иногда запчасти разбирали, на запчасти удилища на запчасти разбирали. То есть, допустим, нужно там какое-то колено человеку, да, и у нас в запчастях они закончились, но удилища полноценные есть. И мы могли вытащить, допустим, из маха удилища там какое-нибудь второе, третье колено и так далее, и отдать. Потом при новой партии, когда мы заказываем удилища на заводах, мы дозаказываем вот эти отдельные колено, они приходят, и мы обратно комплектовываем эту удочку и продаем. Но здесь такой момент, что когда идет на заводе, изготавливается полноценная партия, то все притирается очень хорошо. То есть, да, стыки колен, толщины вымеряются и тому подобное. То есть, завод, линия заточная изготовления одной серии. И как бы друг с другом косяков каких-то не бывает. Когда идут декомплектованные какие-то вещи, когда, да, отдельные коленцы выпускаются для удилищ, то вы можете получить, что вопросы конусности, да, косяки в плане конусности. То есть, если по диаметрам, видите, да, допустим, колено у вас выходит, и оно не стучит, оно все зажимается, то внутри она должна касаться одинаково в каждой точке своего соединения. То есть, оно должно быть усилие распределено полностью. Если удочка, допустим, может быть декомплектована, то вот эта конусность, хоть и диаметр совпадает, она может чуть-чуть иная. И получается, что когда удочку затянули, у вас будет касание только в одной точке выхода. Соответственно, вот здесь он на колено может стучать, чуть-чуть постукивает. Да, самое неприятное даже это не это, а тогда, когда нагрузка будет более мощной, у вас может быть трещина здесь. Потому что нагрузка вся сосредоточена, сконцентрирована именно в одной точке в какой-то. Хотя должна быть полностью, да, распределена по всему месту стыка, по всей площади поверхности стыка. То есть, это одна из моментов, да, насчет декомплектации. Второй момент – это толщины колен. То есть, скажем так, когда идет серия, выпускается, толщина колен должна быть одинаковой у всех. Она вымеряется, исходя из нагрузок и так далее. Когда дозаказываются коленцы, да, вот здесь может быть нюанс. Это не считается браком, потому что в целом там есть диапазоны параметров, которые там плюс-минус допуска небольшого, да. Но, тем не менее, я раньше, когда это было, вот не сейчас, да, а раньше, у меня магазины просили максимально дешевле. Я им говорил, что я вам могу отдать, грубо говоря, вот такие декомплектованные удочки. Но вы их, пожалуйста, обязательно предупреждайте покупателей о том, что это декомплект. И о том, что эти нюансы могут быть. И, пожалуйста, продавайте их дешевле. Вместо этого они просто там не минус 30%, допустим, от розницы делают, да, а минус там 5-10-15. Люди это довольны от того, что такую скидку вроде бы большую получают, да. А потом к нам же они приходят с претензией, что у вас стучат, то есть какие-то нарекания начинаются. Поэтому, вот, скажем так, от этого момента мы решили отойти. Я решил отойти вот именно в Сабанееве, да. Но у каких-то магазинах еще эти удилища остаются. Поэтому, если вы где-то находите явно дешевую цену на Сабанеев, не нужно их покупать. И, пожалуйста, лучше, скажем так, обратитесь в официальный магазин, там, ко мне лично, в Мультифиш, да. И вы уже получите действительно удилище, которое никогда не разбиралось, да. Которое пришло с завода. Оно вытаскивалось три раза. При получении мы проверяем, да. Менеджер получает, когда удочки приходят, при получении на склад. Второй раз мы получаем, когда удочки приходят в магазин. И третий раз мы проверяем, когда удочки выдается клиенту. Все, да. И до этого еще проверяется и электронный, и визуальный контроль идет на заводе. Поэтому, скажем так, как вот на фотоны профидера, так на фотоны теле, махи, баллонки, фотоны, там, ну, косяков нет. Там не бывает практически брак. Я вот не могу вот сейчас сказать, что вот что-то прям, какой-то там воздушная каверна была. То есть, этот завод, топ завод, на котором делается Дренан, Престон, Дайва. То есть, это, я когда туда приезжал, да, у нас стоял Колмик Экстрим делали, да. И вот на этой же, была, на этой же, там, заводе, на этой же, дальше не заканчивают их, там, да, начинают на мою серию фотонов условно. Поэтому, это самые, скажем так, качественные, максимально снасти, выполненные на дорогом, хорошем заводе. В общем, подписывайтесь на соцсети, заказывайте в магазине Мультифиш, вы получаете не только бесплатные запчасти по акции, в период действия акции, но и хорошие цены, потому что постоянным покупателем у нас действует программа лояльности, скидки на все группы товаров, не обязательно Сабанеев, это ко всем относится. Подписывайтесь обязательно, это ваше спасибо мне за обзор. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok